Дружба между городами Полевской и Клатовой продолжается уже более 40 лет. С 11 по 24 июля у нас в гостях были 8 чешских подростков, которые отдыхали в лагере «Городок Солнце». В рамках ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» в границах Полевского городского округа на 2010-2013 годы этим летом благоустроили дороги, дворовые территории и подъезды к ним. Все работы провели на условиях софинансирования с областью. Из областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей, из местного бюджета – 500 тысяч. 18 июля на выставке «Инопром-2012» деятельность ТМК и Северского трубного завода была отмечена как пример удачного соединения технологий производства, светлых голов и науки. Такое слияние позволяет производить инновационную продукцию в России, а не за рубежом. 20 июля в городском парке прошло торжественное открытие мемориала воинам-пограничникам. Строительство стало возможным благодаря неравнодушным полевчанам и благотворителям – Северскому трубному заводу, благотворительному фонду «Синара», полевскому филиалу Союза промышленников и предпринимателей. 23 июля состоялось торжественное празднование 50-летия со дня открытия лагеря «Городок Солнца». 2 августа аппарат ультразвукового исследования фирмы General Electric с сердечно-сосудистым датчиком стоимостью почти 4 миллиона рублей был торжественно передан полевским врачам. Благодаря новому аппарату специалисты могут ставить точные диагнозы и спасать жизнь пациентам. 2 августа к празднованию Дня воздушно-десантных войск состоялось открытие отреставрированного памятника воинам-интернационалистам и участникам локальных войн. 28 сентября в Полевском побывала с официальным визитом делегация из Республики Беларусь. Поводом для посещения стало подписание договора о побратимстве между городом Полевским и городом Полоцком. С 8 по 15 сентября в Словакии проходило первенство мира по кикбоксингу среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 1570 спортсменов более чем 50 стран мира. За сборную России выступали трое полевских спортсменов и привезли в наш город две золотых и одну серебряную медали. 5 октября глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов вручил свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилья еще четырем семьям, которые участвовали в муниципальной целевой программе обеспечения жильем молодых семей на территории Полевского городского округа. Программа действует с 2007 года. За это время 75 полевских семей улучшили свои жилищные условия. 30 октября на фильтровальной станции «Маяк» начались опытно-промышленные испытания в блоке номер 3. Цель – применение в качестве дезинфектора воды нового современного комбинированного реагента – диоксида хлора вместо привычного хлора. С применением нового дезинфектора вода не имеет запаха хлора и более приятная на вкус. 9 ноября в селе Мраморское состоялся митинг, посвященный открытию расширенного мемориала «Войнам Великой Отечественной войны» 1941-1945 годов. 11 ноября футбольная команда «Северский трубник» по итогам осеннего чемпионата области завоевала серебряные медали. До этого дня наша команда была в призерах лишь в 1993 году. 18 полевских футболистов своей самоотверженной игрой показали свой потенциал. В следующем сезоне задача «Северского трубника» – обогнать принципиальных соперников из Каменск-Уральской синары. 13 ноября начала реализацию областная целевая программа «Тысяча дворов». В нашем городе разработана своя форма этого проекта – «Любимый мой дворик». В этом году в рамках программы было отремонтировано два двора – один в южной части по улице Бажова, второй – в селе Косой Брод по улице Урицкого. 23 ноября в Зюзерской средней школе прошло торжественное открытие двух групп для детей дошкольного возраста. В помещениях был проведен ремонт, приобретена новая мебель и игрушки, благоустроены прогулочные площадки. Группы рассчитаны на 40 детишек с 3 до 7 лет. Благодаря открытию двух групп детей дошкольного возраста в средней школе в поселке Зюзерский детей от полутора лет в очереди нет. 23 ноября на Северском трубном заводе выпущена трехмиллионная тонна стали. 27 ноября – 10 лет со дня запуска установки вне печной обработки стали «Печковш» в электростале плавильном цехе Северского трубного завода. Агрегат помог увеличить скорость и улучшить качество выплавляемого витала, а также позволил освоить новые виды марок стали. 28 ноября состоялась презентация чернового варианта сборника песен, посвященного 295-летию Полевского. В него вошли стихи местных поэтов Любови Пивоваровой, Тамары Шушпанниковой и Анатолия Азовского. Автор музыки всех 18 песен – преподаватель музыкальной школы номер один Леонид Канцур. 6 декабря в поселке Станционный Полевской прошло торжественное открытие мостового перехода через реку Чусовую. Новый мост стоит на восьми опорах, оборудован тротуарами для пешеходов и наружным освещением. Он состоит из трех пролетов, общая длина моста – 57 метров, ширина – более 6 метров. С 6 по 9 декабря в физкультурно-спортивном комплексе Северского трубного завода прошло первенство России по кикбоксингу на призы трубной металлургической компании. В этом году благодаря поддержке ТМК турнир включен в календарь соревнований Федерации кикбоксинга России. Традиция вручать супружеским парам, прожившим в браке 50 и более лет, знаки отличия «Совет да любовь» началась в мае. В течение года прошло 9 церемоний, награды получили 370 пар. Последняя церемония вручения в 2012 году прошла 24 декабря в Дворце культуры и техники Северского трубного завода. Знаки «Совет да любовь» получили 43 полевские семьи. С 12 по 17 декабря в Полевском проходил международный турнир по хоккею с мячом в памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Александровича Балдина. В турнире приняли участие 6 команд из Швеции – Полевского, Кирова, Первоуральска, Екатеринбурга и Краснотуренска. Впервые в этом году среди муниципальных образований Западного управленческого округа проводился конкурс «Человек года-2012». Полевской городской округ представляли 8 человек. Финал вышло четверо. Абсолютным победителем конкурса «Человек года» в номинации образования стала Анна Владимировна Казанцева, учитель русского языка и литературы гимназии номер 13. 25 декабря открыл свои двери детский сад номер 60. Ранее в этом помещении размещалось управление образованием. Значимую роль в реализации данного проекта оказало руководство ТМК и СТЗ. Данными организациями выделено порядка 6 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации и приобретение технологического оборудования и мебели. В этом году начала работу административная комиссия Полевского городского округа. Ее работа была отмечена в правительстве Свердловской области. Наш город занял второе место по сумме начисленных штрафов после города Екатеринбурга. Полевской городской округ занял третье место в конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование Свердловской области». 12 апреля во Дворце культуры Северского трубного завода состоялся заключительный галоконцерт второго городского фестиваля конкурса авторского творчества «Слово о Полевской земле». В фестивале приняли участие около 500 полевчан, представлено более 600 работ и творческих выступлений, связанных с темой родного края. 17 мая состоялось торжественное открытие дома по улице Ленина, который предназначен для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В новый дом всего будет расселено 105 человек из северной, южной части города и поселка Зюзельский. 22 июня в деревне Раскуиха прошел митинг, посвященный торжественному открытию памятника Георгию Константиновичу Жукову и отреставрированного обелиска воинам Великой Отечественной войны. 17 июля состоялось торжественное открытие главного и единственного фонтана в городском парке.